Здравствуйте дорогие друзья, с вами Иван Ганган и я приветствую вас в этом видео. В этом видео мы рассмотрим три основных способа, как называть ребенка, мальчика или девочку, рожденного в январе. Итак, когда я начал изучать тему имя наречения, мне попалась книга Самскары. Она так и называется книга Самскар. В этой книге описываются обряды для успешной жизни человека. И есть обряд Намакарана, это церемония наречения именем. В этой книге он написан и считается одной из самых важных. Я хотел поделиться с вами тем, что сказано в описании этого обряда. Там приведен текст из Шатападха Брахмана. Это писание, датируемое 2000 лет до нашей эры. И его буквально на русский язык перевел профессор, и оно сейчас доступно на русском языке. В Шатападха Брахмане объясняется, что имя человека имеет защитное действие, ограждающее его дурное влияние. Благоприятное сочетание звуков, формирующее имя, находясь в согласии с природой человека, получившего это имя, в зависимости от времени его рождения, несет наиболее сильное действие. Звуковая вибрация, которая будет неотрывно сопровождать человека большую часть его жизни, может иметь положительное или же отрицательное влияние на него. И потому имя человека должно выбираться с большим тщанием. Вот так емко, кратко и понятно описано влияние и значение имени на человека. Я считаю, что это должен знать каждый родитель. И вот там идет такое предисловие к описанию обряда именоречения. Дальше мы разберем с вами три способа, которые там описаны, как можно обычно назвать ребенка. Первый способ это, когда имя дает Пурахита, священник или духовный учитель. Второй, родители выбирают имя, которое им больше всего нравится. И третий вариант имя подбирают с помощью астролога или нумеролога. Далее мы чуть кратко коснемся описания этих способов. Итак, первый способ это мы знаем, что в каждой духовной традиции есть определенные правила, предписания, рекомендации по подбору имени. Этот способ он подходит для родителей и семей, придерживающихся определенной духовной традиции, доверяющих этой духовной традиции. Да, и они, вот, знаем, есть церковный календарь, именины, святки в правоославной традиции. Есть в других духовных традициях есть другие варианты выбора имени. Да, и родители могут обратиться к ответственным лицам по имя наречению. Есть еще как вариант, касающийся этой темы, имя выбирает духовные традиции как второе имя, которое используется в кругу семьи или в кругу этой духовной традиции. Я знаю, что есть родители, которые первое имя, они выбирают как для общественности, которым будут называть ребенка в обществе, а второе имя подбирают в духовной традиции, которой они придерживаются, и которым они будут называть ребенка в кругу семьи, дома или в рамках этой духовной традиции. Второй вариант – это родители выбирают имя, которое им больше всего нравится. А здесь выбор делается на основе предпочтений, знаний и опыта родителей. Если там в первом варианте родители доверяют правилам духовной традиции, то здесь они уже ответственность берут полностью на себя. И здесь могут возникнуть трудности, когда родители сами выбирают имя, что маме нравится одно папе, другое имя. Или родители вообще не знают, как назвать ребенка, но не могут выбрать никакой вариант. Думают, или этот, или этот. Просто начинают перебирать. Или есть варианты, которые они знают, несколько вариантов, но из них им тоже очень трудно выбрать, потому что всем нравится, и они не знают, как здесь быть. Но в любом случае, именно как-то родители выбирают. Это можно посмотреть, если у вас ребенок родился в льваре. Можно посмотреть, какие имена вам больше нравятся, которые вы чувствуете, которые могут подойти вашему малышу. Если у вас здесь какие-то трудности, то вам поможет способ номер третий, который мы сейчас посмотрим. Имя подбирают с помощью астролога или нумеролога по дате рождения. Я считаю, что это один из самых оптимальных вариантов, если родителям не подходит способ номер первый, касающийся духовной традиции, или они испытывают трудности для варианта второго, если они сами выбирают имя, и у них какие-то сложности появились. А здесь по дате рождения, например, в январе, по дате рождения в январе, как родился ваш малыш, астролог или нумеролог, он может подобрать имена, которые подходят ребенку, может посмотреть список ваших имен, и на основе даты рождения и состав имеющихся данных, выбрать те имена, которые ребенку подходят или не подходят, и вы уже можете отсеять имена, сделать какую-то отборку. И может подсказать, с чего начать выбор имени, например, по каким-то слогам. В общем, это специалист, который может вам помочь. И есть какие-то жизненные вопросы, к которым мы иногда обращаемся к специалистам. Да, вот здесь вот специалист по имена речению в астрологии и нумерологии, да, он может помочь в таких вот, в таком жизненном вопросе, как выбор имени. Вот, и так вот, я хотел поделиться этими тремя способами, теми, которые описаны в книге Самскар в обряде имена речения. И хочу воспользоваться моментом, чем я могу быть вам полезен. Если у вас есть какие-то вопросы по имя на речению, по подбору имени, я могу предложить варианты имен, проверить ваши варианты имен, или мы с вами сможем выбрать оптимальное имя для вашего ребенка. Ко мне можно обращаться по этим контактным данным или тем данным, которые указаны под видео. Спасибо большое, я надеюсь, это видео вам как-то помогло, как-то оно вам было полезно. Желаю вам и вашей семье благополучия и удачи. И до скорой встречи.